Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю, заместитель главного судебного пристава Севастополя Максим Магомедович Айдамиров. Максим Магомедович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, в начале нашей беседы в целом, в настоящее время, что представляет собой служба в органах принудительного исполнения в Севастополе? И чтобы было понятно тем нашим зрителям, которые об этом не знают, кто такой судебный пристав, что входит в его обязанности? На сегодняшний день Управление Федеральной службы России по Севастополю является территориальным органом ФССП России, действующим на территории города Севастополя. Основными задачами управления являются организация и контроль работы по обеспечению установлено порядка деятельности судов, организация осуществления деятельности по принудительному исполнению судебных актов, актов и иных уполномоченных органов, а также ведение государственного реестра юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Кроме того, на сотрудников управления возложены функции по организации дознания, то есть дознания по уголовным делам, статьи которых подведутся на службе судебных приставов. Кроме того, хочется отметить, что на основании Федерального закона 328-го о службе в органах принудительного исполнения судебные приставы переведены на иной вид государственной службы, на новый вид государственной службы в настоящее время. Более подробно расскажите о судебных приставах по обеспечению установленного порядка деятельностью судов, потому что об этом тоже важно знать, это очень важные функции, которые выполняют именно эти люди. Да, но на сегодняшний день служба обеспечения установленного порядка судов это одно из основных направлений деятельности нашей службы. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов занимаются, во-первых, обеспечением безопасности судей, участников судебного процесса, кроме того, занимаются охраной зданий судов, судебных помещений, зданий управления службы судебных приставов и его территориальных подразделений, кроме того, занимаются обеспечением безопасности при совершении исполнительских действий судебными приставами исполнителями, а также осуществляют привода в суды судебным приставам исполнителям и дознавателям службы. То есть, деятельность достаточно многогранная, разносторонняя, требующая много навыков, умений и соответствующего образования. Если гражданин желает поступить на службу в органы ФСП, какие требования к нему предъявляются, что ему необходимо знать? Ну, в соответствии с тем же 3028-м законом, на службу в органы предъявленного исполнения вправе поступать граждане не моложе 18 лет, владеющими государственным языком Российской Федерации, соответствующим квалификационным требованиям, установленным тем же законом, способным по своим личным делам качества, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудников. Так, предельный возраст поступления на службу в органы предъявленного исполнения у нас составляет сейчас все время 40 лет. Сотрудник также есть определенные ограничения поступления на службу. Сотрудник не может находиться на службе органов предъявленного исполнения, а следовательно претендовать на замещение должности сотрудника в случае наличия гражданства, подданства иностранного государства, наличия вида нажительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства. Кроме того, обязательным требованием является отсутствие судимости. Также погашенной судимости, он не должен привлекаться к административной ответственности в судебном порядке. Следующий обязательный условие является наличие образования. Ниже среднепрофессионального, соответствующего направлению деятельности, для должностей младшего начальничества состава, для должностей среднего начальничества состава, высшее образование, тоже соответствующее направлению деятельности. Давайте сразу уточним для наших телезрителей, что это за составы, что имеется в виду. Ну вот, если мы сегодня говорим о младших судебных приставах, которые, в принципе, у нас комплектуются на сегодняшний день, и сотрудники которых, сотрудники на должности, которых мы подыскиваем на сегодняшний день, комплектуем, это среднеспециальное образование, у нас оно должно соответствовать определенной сетке и военной учетной специальности. То есть, в любом случае, кадры в каждом конкретном случае будут определять, подходит ли данное образование его квалификационным требованиям. Ну, скажу от себя, что 99,9% среднеспециального образования у нас подходит под квалификационные требования, и человек, скорее всего, будет принят на службу. И, конечно, желающим поступить к вам на службу, интересно узнать о том, какими социальными гарантиями пользуются сотрудники органов принудительного исполнения. В первую очередь хотелось бы отмечить, что в настоящее время служба органов принудительного исполнения не только социальный статус, а также конкретное денежное довольствие. Одной социальной гарантией является денежное довольствие. Денежное довольствие сотрудника состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью или иными словами, должностной оклад и месячного оклада в соответствии с присвоенным специальным званием. Кроме того, сотрудникам становятся дополнительные надбавки к окладу. Это ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы, ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы, ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также поощрительные выплаты за особые достижения службы. Кроме того, как раз для сотрудников, которые у нас замещают должность ООПДС, существует надбавка должному окладу за выполнение задач, связанных с риском для жизни, здоровья и мирного времени. Ввиду того, что они у нас осуществляют практически правоохранительную функцию и несут службу с оружием. Также к гарантиям относятся медицинский и санаторный курорт на обеспечение обязательного государственного страхования жизни и здоровья. Сотрудникам ежегодно предоставляется основной и дополнительный отпуска. Сотрудники обеспечиваются вещевым имуществом. Есть возможность получения также выплаты денежной компенсации за поднаем жилых помещений. Это, думаю, тоже достаточно актуальная тема для иногородних сотрудников. Также необходимо сказать и о пенсионном обеспечении. Сотрудник ООПД, прослуживший 20 лет и более, имеет право на пенсию по выслуге лет. Тоже есть плюсы в этом. Вы сказали о том, что присваивается специальное звание. Как долго нужно прослужить для того, чтобы специальное звание было присвоено? От 2 до 6 месяцев сотрудник проходит испытательный срок. После этого проходит аттестацию и получает, соответственно, звание, соответствующее его должности. Если он ранее имел специальное звание, оно присваивается ниже специального звания в соответствии с установленным порядком присвоения этих званий. Для младшего начальщика состава это старший предельный звание, это старший прапорщик. И еще один немаловажный вопрос для тех, кто интересуется именно такой службой. Куда необходимо обратиться гражданину, который изъявил желание поступить к вам на службу? Гражданину, в первую очередь, необходимо обратиться в отдел кадров управления, находящийся по адресу Правды 10, второй этаж. На проходной его обязательно встретят и, соответственно, сориентируют, куда ему пройти и в кадрах ему дадут список документов для первоначальной обработки. Если говорить коротко, это у нас паспорт, военный билет, трудовая книжка и, соответственно, диплом. — Кроме того, о чем вы сегодня нам рассказали, что необходимо для поступления на службу в ФССП, чем еще вы можете заинтересовать тех людей, которые захотят к вам прийти на службу? Есть ли какой-то особый интерес в вашей профессии? Почему вы решили выбрать именно эту профессию, именно такого рода службу, достаточно серьезную? — Наверное, сама по себе работа, несмотря на четкие определения деятельности по должностной инструкции и закону, она все равно требует какого-то креативного мышления. Потому что служебные ситуации, в которые попадает судебный принцип ОПДС, не всегда однообразные и подходят под эту инструкцию. Поэтому умение мыслить и выходить из этих ситуаций, человек должен обладать соответствующими навыками и знаниями. То есть тому, кто желает как-то в первую очередь расти, человек, который хотел бы служить в звании, иметь какой-то статус и иметь какую-то стабильность, наверное, он хотел бы выбрать именно этот вид службы в службе судебных приставов. Потому что все-таки есть у нас отличие от службы в органах внутренних дел, службы в армии. То есть это, скажем так, кардинально противоположные стороны этой работы. Поэтому мы рассчитываем, что все-таки одинаковые условия, но иной вид службы, должны привлечь к нам будущих сотрудников. Максим Магомедович, я благодарю вас за беседу и очень надеюсь, что для тех людей, которые заинтересованы в поступлении на службу в органы принудительного исполнения, она была очень полезной и они получили ответы на интересующие их вопросы. Нашим зрителям напомню, что сегодня гостем студии телеканала НТС был заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю, заместитель главного судебного пристава Севастополя Максим Магомедович Айдамиров. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго и до новых встреч в эфире.